Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон. В гостях у Гордона у нас сегодня будет с вами очень важная беседа. К нам в гости пришел Андрей Мальгин. Известный журналист, создатель культового журнала «Столица». Андрей Викторович, здравствуйте и рад вас видеть. Здравствуйте. Друзья, перед тем, как начнем, я вас традиционно призываю подписываться на все наши YouTube-площадки. Оставляйте свои лайки и свои комментарии. Не забывайте, пожалуйста. Андрей Викторович, 999-й день войны. И вот Байден ни с того ни с сего решил предоставить Украине ракеты «Атакамс» дальнобойные. Дать разрешение наносить ими удары по российской территории. И невзирая на то, что некоторые уже отнекиваются, и британцы, и французы вроде тоже как-то так тышком-нышком разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты. Заполыхает ли Москва, на ваш взгляд? И если все-таки заполыхает, Путин убежит в бункер? Ну, во-первых, я уверен, что Москва не заполыхает, потому что мы пока не знаем подробностей. Мы знаем из сообщений «Йорк Таймс», которые размножили другие СМИ. И знаем реакцию уже, там, Пескова и так далее. Но мы все-таки не знаем, что именно Байден разрешил. Потому что когда Байден что-то разрешает, потом, знаете, как в договорах со страховщиками, мелким шрифтом очень много условий, которые ограничивают уже сделанное разрешение. Поэтому тут сейчас все гадают, разрешается ли только по Курской области, разрешается ли на таком-то расстоянии, или можно еще и на другом. Ведь эти ракеты тоже бывают разной дальности, разных модификаций. Вот. И так далее. Поэтому мы этого просто ничего не знаем, и нам очень трудно обсуждать. Но я думаю, уж до Москвы Байден до конца своего срока не разрешит, чтобы что-то долетало. Если что-то может долететь, только украинского производства. Я думаю, что тот дрон, который поразил купол здания, где находится кабинет Путина в свое время, я думаю, что он был изготовлен в Украине, скорее всего. Но уж точно не американский. Вот. Поэтому нам это неизвестно. Но, судя по комментариям, я ориентируюсь на иностранную прессу, прежде всего, и агентство, поводом для этого разрешения была вовсе не ужасная бомбардировка, которую энергосистемы украинской и вообще мирных городов, которая была произведена, а, скорее всего, во всяком случае западные наблюдатели к этому склоняются, подтвержденный американцами факт присутствия северокорейских войск на этой войне. Вот это как бы та красная линия, которая для Байдена была очень важна, потому что это уже не как бы война между двумя славянскими государствами, как Путин уверял Тайкера Карлсоны, имеющие тысячелетнюю историю, они вечно враждовали. Подумаешь сейчас, да, еще как мальчишки во дворе, там никто не будет разбираться, дерутся, так надо их разнять и все. Вот. Но тут уже она явно становится войной мировой, потому что начинают участвовать другие страны и особенно такой важный враг Америки, как Корея Северная, которая неоднократно сообщала, что разрабатывает ядерную программу конкретно для того, чтобы нанести удар по Соединенным Штатам. Я у вас из Северной Кореи еще сегодня спрошу, потому что есть дополнительные новости из этой страны, которые приходят уже к нам. Но на ваш взгляд, Владимир Путин, вот его настроение было омрачено этими новостями о дальнобойных ракетах? Нет, я думаю, он был к этому готов и давно уже этого ждал. Более того, поскольку у него конспирологический склад ума, да, как у любого КГБшника, я думаю, что он думал, что это разрешение давно получено. Вот. Потому что вообще говоря, Путин уверен, искренне уверен, это не пропаганда, а вот он сам искренне уверен в двух вещах. Первое, что с ним ведет войну Запад, не Украина, а Запад, включая США прежде всего. Это первое, в чем он уверен в данный момент. И второе, в чем он уверен, что он в этой войне побеждает, что у него успехи, что его остановить нельзя, что все в порядке, все идет своим ходом. И все эти там насекомые, которые где-то внизу бегают и требуют переговоров, это можно, все эти шольцы там, на это можно не обращать внимания. Вот я думаю, что он искренне убежден в этих двух вещах. Поэтому я не вижу причин ему расстраиваться. Но вот с другой стороны, вот на фоне разрешения бить ракетами, как думаете, Путин что будет делать? Вот, условно, пойдет ли он на массовую мобилизацию в России? Закроет ли у нас там границы тотально? Что он будет делать? Потому что он же сказал, что это будет означать, что страны НАТО вмешались. Что мы ведем войну с НАТО уже 100%. Он же это публично озвучил. Если ракеты, то все. Что значит все? Мобилизация? Ну, еще раз хочу сказать, что он уверен искренне, что НАТО ведет с ним войну, начиная с 22-го года как минимум. А может и раньше. Он в этом уверен. Поэтому, когда он говорит о том, что вот это будет означать, что НАТО ведет с нами войну, он лукавит. Потому что, по его убеждению, НАТО ведет с ним войну. Поэтому просто ответить нечем. Это не будет ничего значить. Уже несколько раз Путин сообщал о разных красных линиях, и его спикеры сообщали о разных красных линиях, о поставках того или иного вооружения. Когда речь шла о самолетах, например, он говорил, ну, все, теперь это совершенно будет другая. Не смейте. Или о танках. Да, не смейте. Это будет уже совершенно другая война. Это значит, что вы участвуете в этой войне. Но они повторяют это как мантру в течение длительного времени. Вот в очередной раз это повторили. На самом деле, я думаю, это, конечно, могло сдерживать Байдена при принятии решений. Могло сдерживать его советников, которые ему советуют, какие принимают решения, от каких воздерживаться. Вот, возможно, на них это влияло. Но в целом это ничего не значит. И мы-то с вами должны понимать, что очередная угроза Путина, что эта война приобретает качественно иной характер, ничего не значит, потому что Путин с самого начала уверен, что этот вот иной характер уже и происходит, и имеется в наличии. Слушайте, может, теперь Байден Украину и в НАТО пригласит? Ну, я думаю, что Байден сделает две вещи за короткий отпущенный ему срок. Во-первых, он постарается выполнить финансовые обязательства. До сих пор он не очень старался выполнять финансовые обязательства. Да, 50% не пришло, как сказал Зелинец. Мы знаем, да, что он имел все возможные. Я имею в виду даже просто чисто финанс, чисто выделение денег. Даже уже не говорю о номенклатуре. А вторая вещь, которую он постарается сделать, это вот как раз номенклатура. Я думаю, что он постарается все-таки выгрести со складов Пентагона все, что он будет в состоянии выгрести, потому что процесс необратимый. И возможно, что там 20 января эти двери этих складов закроются, когда придет Трамп. Мы не можем этого исключать, и Байден этого не исключает. Поэтому я думаю, что он постарается обязательства перед Украиной выполнить максимально. Но при этом, конечно, для него существуют свои представления о том, что нельзя делать. Вот упомянутый вами удар по Москве, но это точно в его представлении то, что не надо делать. Андрей Викторович, вот вы вспомнили о Трампе, а ведь уже его сын, старший Дональд Трамп, младший, и Илон Маск, ближайший соратник пока что Дональда Трампа, уже сказали, что это решение наносить удары дальнобойным американским оружием. Его принимали идиоты, что они хотят развязать Третью мировую войну, что они не дают бедному Дональду Трампу пойти с Путиным на мировую, договориться о чем-то. Что это означает? Что Трамп будет давить на Зеленского, не наносить удары? Что Трамп будет потом запрещать эти ракеты? Что Трамп потом будет не предоставлять эти ракеты? Что это означает? Ну, это означает, что сын Трампа дурак. Потому что, вообще говоря, своим решением Байден усиливает переговорные позиции Трампа в разговоре с Путиным. Усиливает. То есть сейчас Трамп может сказать, а вот, Володя, сделай вот то-то и то-то, пойди навстречу в том-то и том-то, и тогда я сниму вот это байденовское разрешение. Но если разрешения нет, то что там может, собственно, противопоставить Трамп во время переговоров? То есть эти решения, все решения Байдена, которые будут приняты в отношении войны России и Украины, каждая из них, на самом деле, если вдуматься, усиливает переговорные позиции Трампа. Если он действительно собирается о чем-то договариваться. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая, и вот такая, и вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Ну хорошо, вот сейчас был днями страшный удар по Украине. 120 ракет, 90 дронов. По суммам потом на следующий день был страшный удар. Просто по живому массиву. Свыше 10 людей погибло, огромное количество раненых. Это что было, на ваш взгляд? Это был сигнал Трампу? Ну да, это уже начались сигналы Трампу, да. И мы не знаем, во-первых, состоялся или не состоялся тот разговор Путина с Трампом 7 ноября, который мы читали в газетах. Вообще говоря, судя по тому, что российская страна так энергично отрицает этот разговор, а американская страна молчит, возможно, что этого разговора действительно не было. Вот. Если он был, и реакция Путина такова, вот как мы видим, то есть удары по гражданской инфраструктуре Украины, то это совершенно меняет дело. Потому что в изложении газетчиков во время этого разговора Трамп призвал хотя бы вот на этот ближайший период не эскалировать ситуацию. А Путин ее, очевидно, эскалирует. А эскалирует, видимо, в рамках подготовки к будущим или, возможно, уже начинающимся переговорам с командой Трампа. Вот. Поэтому это, ну, послание какое-то. Это не то, чтобы он надеется, что украинцы после этих зверских ударов все как один встанут на колени и скажут «Владей нами, батюшка». Думаю, на это расчета нет. А это именно показательная акция, и возможно, что они, к сожалению, будут повторяться, для основного переговорщика Трампа. Потому что Путин и говорил об этом во всяких многочисленных интервью и выступлениях там на Валдае всюду. И действительно так считает. Единственная сторона, с которой следует вести переговоры, и которые могут чем-то кончиться, это Америка. Ни с Европой, ни с Украиной он вести переговоры серьезно не собирается. Он собирается повторить Ялтинскую конференцию, на которой мир разделили между великими державами. И присутствие в Ялте представителей Великобритании, скажем, даже, по-моему, уже на каком-то этапе призвали представителей Франции, наверное, это уже было по окончании в Потсдаме. Но, во всяком случае, Францию привлекли. Я думаю, что это Сталина не очень смущало. Он все-таки, прежде всего, понимал, что это Соединенные Штаты, его партнер. А сейчас тем более, когда Соединенные Штаты значительно усилили свое влияние в мире, даже по сравнению с Второй мировой войной. А правильно ли я понимаю, что условное желание Путина – это то, чтобы Трамп прилетел, простите, в условную за тавтологию Ялту, посадить его и сказать, подписывая то, что я тебе надиктую, то, что я хочу. По-другому никак. Ну, я думаю, что психологический портрет Трампа Путину хорошо известен. В КГБ и ФСБ работали и работают целые институты, которые изучают всякого рода психологические проблемы. Трамп не является уж такой большой загадкой. Это, мне кажется, довольно просто устроенная личность с преувеличенным эго, которое, в общем, делит мир даже своих соратников на своих и чужих. И при выявлении там какого-то чужого в своих рядах немедленно реагирует. Поэтому очень падкий на лесть человек. Поэтому Путин сейчас, выступая на Валдае, стал говорить, о, какой мужественный он был. Я прямо восхитился во время покушений. Вот это все Трампу приносит, и он этому радуется. Поэтому вот эта шахматная партия, она довольно простая в глазах Путина. Он прекрасно знает, на что там надавить в разговоре личном, на что там, что, наоборот, лучше не поднимать, где польстить, где показать свою крутизну и так далее. И поэтому он знает, что Трамп, как бизнесмен, предложит ему сделку. Возможно, у Трампа она не будет проработана, а он спросит у своего партнера по сделке, то есть Путина, а ты-то что предложишь? И я посмотрю, мне это выгодно, невыгодно. А, давай-ка вот этот пункт мы подрежем, а вот тут, наоборот, мы добавим. А вот давай, ладно, в этом я пойду тебе навстречу, а в этом нет. Смысл этой сделки – это снова раздел мира. И Путин будет показывать, что, по крайней мере, бывшее советское пространство, вот эти новые независимые государства, а может быть он замахнется и на бывший Варшавский договор. Он об этом говорил буквально за три месяца до нападения на Украину 22-го года. Там собирайте манатки, там и выметайтесь. Это имелось в виду не Украина, это имелось в виду... До границ 97-го года. Украины Балтии, Польши, Чехи. Вот, поэтому я думаю, что он, Путин, мечтает, наконец, найти такого переговорщика, и он думает, что Трамп такой переговорщик, с которым они будут делить мир. И он, возможно, назовет, что вот до сих это моя зона влияния, а дальше твоя зона влияния. При этом такой субъект, как народы этих стран, или правительство этих стран, им совершенно не учитывается. И что на это скажет Трамп? А у него также устроена голова. Я думаю, что он также все устроен. Другое дело, что у него на руках будет висканин Конгресс, хотя считается, что он теперь республиканский, это не значит, что он протрамповский, и тем более его, как бы, вот эти причуды. Каждый конгрессмен вообще это личности со своими убеждениями. Ну, у него там 10 человек, может, найдется сумасшедших в такой же степени, но все-таки у него повиснет на руках. И все-таки Госдепартамент, кто бы его ни возглавлял, и очень многие американские институты, структуры, конституционные все-таки не дадут ему перейти границы. Но, в принципе, мозг у него устроен примерно так же, да. Черное, белое, наши, ваши, а решили, провели. Но дело в том, что Трамп, возможно, не понимает очень простой вещи. То есть наверняка не понимает, потому что он с этим не сталкивался. Что с Россией, ну и конкретно с Путиным, и с Россией в целом, вообще нельзя ничего подписывать. Но это совершенно бессмысленно. Вот буквально на днях вышла очень интересная книга воспоминаний бывшего посла США в России. Салливана. Да, но это не тот Салливан, который там сидит сейчас под рукой у Байдена и всячески не дает ему вооружать Украину. А другой Салливан, однофамилец. Но, надо сказать, что этот Салливан был послом при Трампе и первые два года даже при Байдене. Потом уже его сменили на вот эту даму, которая сейчас посовывала в настоящее время. Вот. И он как раз значительное место в этой книге, а я советую ее прочитать, уделяет недоговору способности российской стороны. При этом он проводит параллели с гитлеровской Германией. И очень интересную приводит цитату одного дипломата американского, который провел множество переговоров с Германией до войны, а после войны следил за переговорами, которые ведет Германия с другими партнерами, потому что США с Германией прямых переговоров не вела. И он, там есть такая фраза, и эту фразу применяет Салливан к путинской России. Немцы, немецкие дипломаты были готовы в любой момент дать честное немецкое слово под любой договоренностью и подписать любой документ. Но со спокойной совестью те же самые люди через две недели или через месяц нарушали с такой же спокойной совестью все, что они только что подписали. Вот именно это относится и к Путину. Можно провести сложнейшие переговоры. В них будут участвовать многосторонние какие-то делегации. Там Турция, Саудовская Аравия. Я не знаю, кого можно к этому привлечь. Ну, Эрдоган, да, я сказал, Турция. Ну, какие-то посредники просятся со всех сторон, да, сюда. Можно и без посредников. Можно вообще сойти с ума, да, сойти с ума месяцами, днем и ночью, 24 часа в сутки сидеть, уступать друг другу то-то и то-то. И, наконец, подписать с Путиным договоренность о прекращении огня и установлении каких-то правил послевоенного устройства. И, я вас уверяю, через месяц или через полгода будет нарушено абсолютно все, что подписано Путиным. Потому что вот опыт подсказывает нам, что так он... И даже вот посол, трамповский посол, об этом его в своей книге предупреждает. Но сам Трамп с этим пока не сталкивался. Друзья, мы сейчас продолжим. Вы пока подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях. У Гордона оставьте свои лайки и свои комментарии. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Андрей Викторович, может быть, Путин не долетит до места переговоров, проведения переговоров? У него же там проблемы с самолетом. Мы знаем, Лавров жалуется и Песков жалуется, что не дозаправляют, не пускают. Может, это Трампу придется лететь в Кремль, в Москву? Ну, я думаю, что Трамп, как очень опытный шоумен и пиарщик, самопиарщик, и как человек, ну, как популист, он вообще учитывает мнение своих избирателей, ну, и вообще американцев. И его прилет в Россию – это однозначно подавляющим большинством тех, чьё мнение он должен учитывать, будет отвергнуто и оценено негативно. Поэтому при всех своих таких странностях, да, и каких-то странных решениях, которые всех удивляют, он всегда учитывает, что эти решения не должны восприниматься широкими массами негативно. Они воспринимаются истеблишментом, например, кадровые решения, журналистами, 90% которых – это леваки, в общем-то, в США. И многими-многими-многими ньюсмейкерами воспринимаются негативно. Но он учитывает, возможно, это у него природное чутьё какое-то, а может быть, он и социологию проводит, это тоже возможно. Он учитывает мнение всё-таки американцев, широких кругов, самых обычных. И вот Путин в глазах широких американцев – это совсем не положительный персонаж и не тот человек, перед которым следует унижаться. А прилёт в Россию – это, конечно, будет унижение. Вспомните, как он встречался с Ким Чен Ином, да? Там была проведена черта, да? И они здоровались через фактически государственную границу, да? Вот. И то это было очень раскритиковано в США и воспринималось, и даже по социологическим вопросам, как ошибка, что не следовало вставать на один уровень с каким-то вот этим странным, значит, «ыном». А прилетит ли Трамп, на ваш взгляд, в Киев, в Харьков и на неоккупированную часть Донбасса? Ну, я думаю, что после окончания военных действий, может, но для переговоров и для личной встречи с Путиным, она, я уверен, состоится и вскоре после инаугурации, будет выбрана третья страна. Они же встречались в Хельсинки. В Хельсинки, да. Да, фотографии были ужасные на них, Трамп имел какой-то побитый вид, а Путин, ну, просто весь светился от счастья. Ну, я думаю, Путин светился от счастья, от самого факта такой встречи, что с ним встретился такой крутой чувак, как Трамп, и значит, он сам крутой чувак. Вот. А Трамп, я не думаю, что Трамп на этих переговорах что-то проиграл, просто он был погружен в свои мысли, он вообще такой человек, контролирующий свою физиономию, да, и его можно снять любым, в любом ракурсе и в любом настроении. Вот сейчас он понурый, а через пять минут он будет светиться от счастья. Вы думаете, он автограф свой Путину потом отправил? Ну, я не знаю, что там было у них. Ну, вот видите, кстати, лекарства от коронавируса или не лекарства, а что там вакцины какие-то отправлял. Поддерживал здоровье Владимира Владимировна. Да, но Путин тоже отправил ему два самолета с аппаратами искусственной вентиляции легких, которые американцы никак не могли включить в сеть, потому что там другая розетка, а переходников в таком количестве не нашлось. И весь дар Путина, эти два самолета с ИВЛ, которые вообще-то пригодились бы в Москве и в других городах России, им пришлось отдать на металлолом. А почему он не дал Путину сдохнуть, скажите мне, с этими самолетами? Почему он так заботится о нем? Да нет, ну, к нам в Италию прилетело 18 самолетов с аппаратами вентиляции легких, и это было совершенно неожиданно для премьер-министра тогдашнего итальянского, кстати, не очень опытного, они очень часто менялись в тот период. И просто был ночной разговор, тот ему машинально сказал, ну да, я не возражаю, и через буквально час эта армада самолетов запросила посадку на аэродроме НАТО, которые вообще... И НАТО было в шоке, генеральный секретарь сказал, что напрасно Италию так поступило, потому что надо было с нами посоветоваться. Но когда эти самолеты открылись, оказалось, что, ну да, там действительно есть оборудование для реанимации, там для восьми реанимаций, но все остальное – это поливальные машины, которые поливают улицы. И эти машины были залиты хлоркой обычной, поехали по итальянским дорогам к ужасу совершенно итальянцев, которые понимали, что это огромный ущерб для окружающей среды, хлорка. Более того, они приехали в Милан и в несколько городов Ломбардии и стали опрыскивать этой хлоркой дома престарелых. В общем, это была абсолютная комедия, но считалось, это было большой пиар-акцией, агентство ТАСС просто все изошлось по пять сообщений в день, что это огромная помощь, и Путин спас Италию от коронавируса. Но это была полнейшая глупость вообще, эта акция. Поэтому я думаю, что и встречи… Трамп же тоже хороший пиарщик, и кто кого перепиарит, еще неизвестно. Но я думаю, что встреча состоится вскоре, она вся будет заполнена всякого рода пиар подробностями, и Трамп постарается, и Путин постарается, и каждый к своей выгоде эту встречу обернет. Но нас интересует другое, что будет в Украине, правда? Что будет на фронте? Нас вот это должно интересовать. Но вот я хочу вас об этом спросить, потому что Каролин Левитт, новая, значит, будущая пресс-секретарь Белого дома, она грозит теперь, что Трамп посадит Путина и Зеленского за 11-го переговора уже 21 января. Ну, мне хочется на это посмотреть, я в этом сомневаюсь очень сильно, но тем не менее, на ваш взгляд, о чем будут эти переговоры, как они будут проходить? Что будет там происходить? Ну, позиция Украины более-менее известна, хотя она тоже меняется. И если мы долгое время слышали от Зеленского только о границах 91-го года, то сейчас он уже говорит о том, что в будущем году, в 25-м, поправьте, если я ошибаюсь, он говорит о том, что в 25-м году это будет все разрешено дипломатическим путем, то есть не военным. И дипломатическим путем нельзя разрешить эту ситуацию так, чтобы результатом стали границы 91-го года. Это можно сделать военным путем. При желании Соединенных Штатов и НАТО, и Европы это можно было сделать и в 22-м, и в 23-м, и в 24-м, это можно сделать и в 25-м году. Потому что военная мощь НАТО несопоставимо больше, круче, чем военная мощь России. Как бы она там не надувалась и снимала с пьедесталов танки Т-34 и не вынимала из запасников Мосфильма. Все равно этот вопрос военным путем можно решить. Решение есть. Дипломатическим путем не знаю, но на этом как бы настаивает. с российской стороны якобы Путин, но это полнейшее вранье, потому что он совершенно не собирается устанавливать никакого мира, ни по каким, даже временным, вот этим линиям соприкосновения. У него этого нет. Его планы совершенно не изменились. А как раз Трамп, он предпочел бы именно такой вариант, я думаю, провести линию, заставить кого-то на этой линии обеспечивать этот мир, будь то объединенные войска Европы, что из его окружения слышалось, или миротворцы ООН, или желающие. Ну, желающие там. Белорусы, например, отоживающие. Вот он как бы предпочел бы разделаться с этой проблемой вот так. То есть, по его мнению, простое решение. Путин никогда на это не согласится. Никогда. Но есть еще одна сила, между прочим. Это российская оппозиция. Она не так уж сильна, но в медийном плане существует и раскручивается, между прочим, официозом российским. Партия Яблоко, которая традиционно считается почему-то антипутинской, и все, 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 все яблочники, начиная от Явлинского и кончаясь Шлозбергом, уже высказались. Стороны, восклицательный знак, перестаньте стрелять друг в друга. Понимаете? И это очень нравится Трампу, это очень нравится Такеру Карлсену, который снабжает его информацией о том, что происходит. Это очень нравится там какому-то деятелю, которого он хочет назначить спецвасланникам по этим вопросам, там человек с советскими корнями, его там, хотя в детстве, но все-таки маму с папой увезли, научили русскому языку, когда он жил в Америке. Это очень нравится очень многим людям в окружении Трампа. Вот. Но мы-то все и вообще остальной мир понимает, что это все-таки не та ситуация, когда, как я уже упомянул, двое мальчишек во дворе ссорятся, а хрен там разбираться с ними. Ну-ка перестаньте колошматить друг в друга. Это случай насильника и жертвы. И когда вы идете в каком-то темном парке и обнаруживаете, что насильник насилует девушку какую-то, которая тоже шла мимо, вы что, будете кричать, немедленно оба прекратите, немедленно оба, что вы делаете? Оба, оба прекратите. То есть жертва должна прекратить, сопротивляться. А насильник, значит, должен пойти домой, не наказанный, не отданный в полицию, надень трусы и ухаживаешься. И так далее. То есть это вот логика партии Яблоко. Я иду, насильник, жертва, немедленно прекратите, причем оба. Вот я так считаю. Может, Швозберг тоже насильник. Андрей Викторович, слушайте, а на ваш взгляд, война завершится в 25-м году или нет? Вот по этой логике. Я думаю, что она может завершиться, но это не гарантирует, что она не возобновится в 26-м году. Если все будет происходить так, как хочет Трамп, и как он, возможно, сумеет склонить Путина, то есть забирает все, что ты уже отвоевал, но дальше ни шагу, предположим, Путин согласится. Но я-то думаю, что он не согласится. Вот, он нагрузит эти условия еще дополнительными всякими условиями. Потому что он захочет украинское правительство на всей территории Украины. Русскую православную церковь. Да, и русский православный церковь. Он захочет русский язык как государственный. Он захочет преподавания, значит, на русском языке. Он захочет много-много-много разных вещей. Он захочет ограничить армию таким-то количеством. Все это звучало, и, кстати говоря, он все время ссылается на какие-то стамбульские договоренности, которых не было. Ну, нет, на самом деле. Так вот, там, в этих стамбульских договоренностях, в том, что опубликовано, написано, что вот армия будет сокращена украинская. Да. И никакого нового вооружения и так далее, и так далее, не будет и так далее. Вот это он захочет. Даже если он согласится на эту линию, а он на нее, повторяю, не согласится. Вот. Но вдруг это все произойдет. И вдруг все стороны согласятся на условия. Все равно Путин – это тот человек. Пока он жив, война будет продолжаться с Украиной. Он наберется силенок. У него сейчас военно-промышленный комплекс работает на 200%, прекрасно работает. Он сумел решить проблему бюджета и балансировки между инфляцией и расходами бюджета он все-таки более-менее достиг и так далее. Он вообще сейчас считает, что все хорошо. Вот он получит передышку. Он, возможно, понимает, что она нужна, но он обязательно возобновит военные действия. Причем в удесятеренном масштабе, с учетом опыта, который они уже приобрели, все эти беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, понятно, что танки уже не нужны на этой войне и так далее. Вот с учетом всего этого огромного опыта, который они приобрели, они начнут новую фасу войны. Поэтому пока есть Путин, пока он жив, здоров, и его самолеты долетают до места переговоров, вот война будет продолжаться. Поэтому она, на ваш вопрос отвечу так, в 25-м году вполне есть шанс, что она закончится, но велик шанс, что в 26-м или 27-м году она возобновится в многократно умноженном варианте. Андрей Викторович, Бумберг пишет, что готовятся 100 тысяч северокорейских солдат, регулярные армии, направятся воевать уже против Украины непосредственно не в Курскую область, а на территории Украины, в оккупированные украинские регионы. Это очень многое меняет. Как, на ваш взгляд, отреагирует Трамп? Что он будет делать? Ну, на это уже отреагировал Байден. И вот это разрешение бить по российской территории, если действительно верна догадка многих комментаторов, что первые удары произойдут по местам скопления вот этих корейцев, и я думаю, что, если это верно, то Байден принял решение под ноль их вообще, ну, обнулить тот контингент, который уже прислан. И это сигнал Ину, что не надо повторять этот опыт. Вот. И я думаю, что этот сигнал может быть прочитан этим Ином. Кроме того, есть тоже в западной прессе сегодня и вчера соображение, что американская сторона, прежде чем принять это решение, проконсультировалась с китайской стороны. Да, была встреча Байдена и Си, где Си послал Байдена на три буквы. Не знаем, куда и кого послал, потому что контакты с Китая, с Соединёнными Штатами идут постоянно на разном уровне, и военные контакты, и дипломатические контакты, и экономические контакты. И Си, китайская сторона, скажем так, всё-таки дала понять, что она не одобряет втягивание Северной Кореи в этот конфликт. Поэтому, если китайцы пристально за этим следят, если вот эти сто тысяч начнут реализовываться, я думаю, что у Китая есть рычаги давления на вот этого младшего брата своего. Дело в том, что у Китая два младших брата, кроме Северной Кореи, это ещё и Россия. Поэтому у Китая есть возможность и России сказать, что не надо этих ста тысяч корейцев здесь. Не только корейцам сказать, но и Путину. Я думаю, что Трамп будет договариваться не только с Путиным, но и с Си Цзиньпином. Как вы думаете, кто кого кинет? Си Путина или Путин Си? Нет, но и с Си не знаю, насколько способен кого-то кидать, но он довольно железобетонный переговорщик, но потеря американского рынка для Китая это катастрофа, которую Китай вообще запасли, ну, при власти. Си за этот период ещё не испытывал. Никакой ковид не сравниться с тем ущербом, который произойдёт, если американский рынок для Китая будет потерян. Вот это для него самое главное. Поэтому цель переговоров и Трамп это понимает, цель переговоров Трампа и Си в общем-то заключается, будет заключаться в установлении каких-то экономических новых отношений. США непременно поднимут какие-то пошлины, потому что Трамп обещал это своим избирателям, американским производителям, но одно дело в два раза поднять пошлину, другое дело на 10%. Кроме того, надо полагать Китай ответит зеркально и американские товары, а китайский рынок тоже очень важен для американцев, перестанут продаваться в Китае. Поэтому Трампу нужно принять довольно взвешенные решения против Китая в экономической сфере, чтобы не пострадали американцы. Ведь это не просто у него простые слова, я думаю прежде всего про американцев, а он действительно думает прежде всего про американцев. При всех его завихрениях, да, и очень странных поступках, все-таки даже в международных делах для него главное интересы американцев. Андрей Викторович, как вы считаете, Илон Маск работает на Путина, на Кремль или нет? Нет, я думаю, нет. Я думаю, Илон Маск работает сам на себя. Там есть, конечно, всякие соображения, откуда он черпает информацию, потому что информация его очень часто ложная. То, что у него попадает, а я подписан тоже на его твиттер, и то, что там иногда попадается в отношении России или в отношении российско-украинской какой-то истории даже, видно, что у него есть какой-то советчик, а говорят, что советчик. Может, Нарышкин или Симонец. Советчица, говорят, у него есть. Симонец. Ну, какая-то советчица, да, у него есть, которая ему на ухо все это, значит, навешивает эту лапшу. Более того, у него же есть и контакты с официальными лицами. И хотя американские СМИ говорят, а он отвергает, что у него есть прямые разговоры с Путиным, я не исключаю, что у него прямые разговоры с какими-то советниками Путина, с какими-то важными персонами, там, я не знаю, с послом Антоновым, которого сейчас, значит, оттуда увезли, но он все-таки был очень влиятельным человеком, у него точно были контакты, которые он не афишировал и которые происходили чуть ли не на конспиративной основе. Поэтому я думаю, что у него искаженная картина мира. Кроме того, он человек, лишенный очень многих важных человеческих качеств, например, сострадания, и на него совершенно никакого влияния не оказывают телевизионные сюжеты, которые оказывают влияние на вообще нормального человека из Украины, где ну просто, ну это видно, что происходит, какой, ну это геноцид, это геноцид народа происходит, и об него это все ударяется абсолютно и отскакивает, потому что у него нет некоторых человеческих чувств. И сейчас Трамп, конечно, им очарован, потому что он увидел реальную помощь, которая привела к реальному результату, но скорее всего два таких больших эгоиста, эгоцентрика, имеющих в общем огромное мнение о себе и о своем влиянии, они все-таки рано или поздно столкнутся лбами, мне кажется. Вот будет дело, если у него контакты были не только с Путиным, но и с Путиной. Слушайте, Андрей Викторович, а вам не кажется, что не похожим Илон Маск на Бориса Абрамовича Березовского? И не кажется ли вам, что он так же может кончить, как и Баб? Ну, вот я про это и начал говорить, что он это то, что у нас называлось олигарх. То есть, это человек, который с одной стороны богатый, а он самый богатый в мире человек, я не знаю, что там скрывает Папа Римский, но он официально, он самый богатый в мире человек, он миллиардер, он миллиардер, который лезет в политику, который приобрел, как Березовский, СМИ и Гусинский, он приобрел Твиттер, но, говорят, его велико влияние и, например, Фокс Ньюз, и в ряде других СМИ, и даже увеличивается влияние в традиционно демократических газетах, там не будем называть, вот, и он просиживает дни в кабинете избранного президента и все время ему что-то нашептывает, но это типичный русский олигарх, перенесенный на американскую почву, но мы знаем, что когда Путин пришел к власти, благодаря усилиям очень многих олигархов, он моментально с ними поссорился и стал превращать в олигархов совершенно других людей, невзрачных каких-то там, я не знаю, Миллеров, Сечных и прочих питерских, из питерской подворотни людей, вот, поэтому я думаю, что в отличие от Путина все-таки Трамп понимает, что ему вот 4 года и все больше не удастся, поэтому новых олигархов он не создаст, но столкнуться лбами с очень таким мнящим себя вершителем судеб мира Маском, он столкнется с лбами, с ним, я думаю, что ему это просто надоест, и он, да, мне кажется, что они поссорятся. Ну вот Шольц поговорил с Путиным, Трюдо, премьер-министр Канады, его в этом поддержал, Макрон, президент Франции, сказал, что и он скоро позвонит, только нужно, чтобы время должное наступило. Почему они такие убогие? И как вы считаете, вот когда придет время платить за трусость, чем они заплатят? Ну, я думаю, что трусость выражается не в этом, не в этих звонках, потому что этот звонок, это там же собирается Г-20 скоро, да, Г-20, там собираются еще некоторые встречи на высшем уровне, в которых Шольц хочет просто рассказать своим партнерам по, назову так, мировой цивилизации, да, то, что называется в российских СМИ теперь мировое меньшинство. Вот он хочет рассказать своим партнерам по этому меньшинству, да, на самом деле большинству, что думает Путин. Я вот с ним говорил час, я обсудил с ним в деталях то или иное развитие событий, и вот хочу вам передать, что этот человек безнадежен. Вот я думаю, что послание будет такое. Это я знаю, что в начале срока Байдена с ним встречались европейские лидеры, некоторые, которые сообщали ему, поскольку они уже в этом убедились, что Путин безнадежен. Вот я думаю, что просто Путину действительно никто не звонил, Путин обиделся, на это жаловался, и вот наконец кто-то позвонил и узнал его свежие мысли по поводу всех этих мировых событий, и решили эти события обсудить в своем кругу из первых уст, узнав мнение Путина. Наверное, так. Прошел марш не только в Берлине, кстати, оппозиции, отдельно взятые когорты, Юлия Навальна, Илья Яшин, Варимир Кара-Мурза, Германия, Чехия, США, ряд других стран. Вам не кажется, что это действие было немного постыдным на фоне этих чудовищных ракетных ударов в России и по Украине? Как Вы, в принципе, относитесь к этому маршу, к этой идее? Я относился очень скептически, пока не посмотрел трансляцию, а, знаете, смотрел я, как, значит, в какой-то телевизионной аппаратной, да, я сделал на нескольких экранах трансляцию телеканала «Дождь» настоящего времени, «Дойче Веле», русской службы, и что-то еще, четыре у меня было экрана, поэтому я имею полную картину. И по окончании я ничего такого страшного там не увидел, и я предполагал худшее, честно говоря, зная, кто такие организаторы и как они раньше относились к войне, вот, я предполагал, что там будут немного другие лозунги, и я считал, будет очень много самопиара, да, вот этого ничего не оправдалось. Даже тот единственный российский флаг, который все сфотографировали, который какой-то человек пытался, значит, во главе шествия поставить, ему очень быстро пришлось убрать, потому что сначала к нему быстро очень подошли люди, сказали, давай убирай, потому что посмотрите, у нас тут 50 украинских флагов, и мы совершенно не собираемся во время войны делать флаг, значит, воюющей стороны, это были активисты, которые были организаторами этого шествия. Но когда между ними началась перепалка, то тут же подошли немецкие полицейские, которые ожидали эту ситуацию и ее быстро разрулили, поэтому этот флаг продержался несколько минут, в общем-то, и он, конечно, попал на фото, что, собственно, и требовалось организаторам этой провокации, но на самом деле никаких российских флагов там не было, самое главное, боялся, что будет вот этот яблочный лозунг, который ФБК, как один из организаторов, основной организатор, многократно использовала. Мир, прекратим огонь, это мы призываем обе стороны. Вот я боялся этого, но нет, было три вполне достойных лозунга, первый из которых был вывести войска российские с Украины, прекратить военные действия, только так, не на какой-то там линии соприкосновения, то есть вывести. Второе, Путина в тюрьму к уголовной ответственности, вполне хороший лозунг, я его удобряю, третий, выпустить политзаключенных, что тоже очень правильно, потому что число политических заключенных уже измеряется тысячами в России, это не какие-то пять человек, портреты которых можно было бы нести на этой демонстрации, там рук не хватило бы для всех политзаключенных, потому что мы даже не знаем о многих, которые сидят в провинции, они политические заключенные, вот, все три лозунга я, в общем, поддержал бы, вот, поэтому, начиная смотреть скептически, потом я, в общем, понял, собственно, каких целей этот марш должен был, ну, достигнуть, и, видимо, достиг, это вовсе не прекращение войны, это невозможно, это вовсе не воздействие на правящую российскую верхушку, это тоже невозможно, ничего кроме злобы это не вызовет, и это даже и не как бы послание россиянам, тем более это не послание украинцам, я думаю, тут две задачи были решены, первая, это, ну, знаете, как Куджава пел «Возьмемся за руки друзья», то есть это послание иммигрантам, которые по всему миру рассеяны, русские люди, и многие из которых находятся в состоянии депрессии, потому что, вообще говоря, русский человек, это так токсично, им, когда тебе закрывают счет в банке, на том основании, что у тебя российский паспорт, там в банке не думают, у тебя позиция антивоенная, или военная, тебя просто закрывают и все, безо всяких даже объяснений, а теперь, сейчас есть государства европейские, где закрывают счет и вообще увольняют с работы даже не потому, что у тебя российский паспорт, он даже уже, может быть, и не российский, а потому, что у тебя место рождения обозначено Российская Федерация, то есть, это токсичность, люди, действительно, очень многие в Европе, да и везде, вплоть до Австралии, находятся в состоянии продолжающегося шока, я имею ввиду россиян, которые уехали по тем или иным соображениям за последние два года из России, вот первая цель, это немножко оптимизма вдохнуть и призвать их как-то друг с другом общаться и так далее, я вообще, меня зовут на разные конференции мигрантские, я никогда не езжу, но на дно я съездил, именно в Берлин, в этом году это была конференция иностранных агентов, и я с большим удовольствием пообщался с людьми, которых я не видел 20 лет, 15 лет, ну мы были знакомы раньше, и просто ради того, чтобы пообщаться и почувствовать, я ни в какой депрессии не нахожусь и не находился, но некоторые из них были в депрессивном состоянии туда приехали, вот это первая задача, вторая задача, второй адресат этого марша, это западная общественность и западные СМИ, западные СМИ были представлены очень широко, и это мероприятие попало во многие, ну во все практически СМИ немецкие, там было очень много британских и американских журналистов и тележурналистов, это тоже было очень важно, вот по какой причине, на западе видят огромное количество вот этих убежавших русских, этих беженцев, которые убежали от Путина, и которые утверждают в своих анкетах и везде, что у них антивоенные настроения, что не убегают, потому что не одобряют режим, но больше они ничем не подтверждают, кроме этой анкеты, свои действия. Берлин, например, это место, где регулярно проводят вот точно такие марши, например, иранцы, которые против режима Аятол, вот этих, и эти демонстрации иранские в 10 раз больше, чем вот эта была русская демонстрация вчерашняя, и их видят и знают, что есть такие люди, которые против, и мы их поддерживаем, потому что эти люди против своего режима, им там нет места, но русские за эти вот годы последние не доказали, что они против, никак, кроме того, что они пишут слезные и, возможно, часто справедливые прошения о предоставлении того иного, на них тратится немецкий бюджет, и не только немецкий, во многих это странах происходит, и хотели бы все-таки налогоплательщики, вообще общественность западная, знать, а каково на самом деле мнение вот тех понаехавших русских. Вот сейчас понаехавшие русские впервые показали свое мнение, и я надеюсь, что эти марши станут регулярными. Андрей Викторович, последний вопрос на сегодня. Путин взял в заложники Веронику Долину, известную поэтессу, песнями которой, стихами которой, жива российская эмиграция, советская эмиграция когда-то, и закрыл музей Волога в одночасье фактически. Как вы думаете, почему он это сделал? Первое и второе. Я думаю, что то и другое это как бы следствие общего движения режима, который имеет определенный маршрут, да, и он становится все более жестким, и он реагирует уже рефлекторно. Вероника Долина, которая вообще моя подруга с начала 80-х годов, там мы знакомы больше 40 лет, вот, она попала в их лапы, потому что где-то возле ее фамилии стоит галочка. «Сын Энергия». Галочка, вот да, это галочка, и она это не учла, вот, и конечно, очень много выступая за границей, и, в общем, насколько я знаю, у нее есть какое-то жилье даже во Франции, она все-таки основного своего слушателя, читателя, видела в России, ну, он и так действительно там основной, и она как-то, ну, отнеслась недостаточно серьезно к тем угрозам, которые были. С момента объявления ее сына иногентом нужно было уже сворачиваться, но сейчас она в трудном положении, поэтому не будем ее, так сказать, упрекать и так далее, ну, это надо как-то разрулить, и я думаю, что вот разруливание будет уже на высоком уровне, то есть система среагировала просто рефлекторно, а не потому, что был отдан приказ конкретно ее там задерживать и в заложники брать, но поскольку уже это состоялось, где-то на высоком уровне будет решаться вопрос, как и что делать дальше, то есть разрешить системе проглатывать дальше эту жертву и переваривать ее, или спустить все на тормозах, то есть будет что-то, будет какое-то решение принято, а детали, будет у нее рецепт на лекарства или нет, будет у нее один адвокат или пять адвокатов, это уже роли не играет, должно быть принято какое-то политическое решение, оно, видимо, будет принято на днях. Вот, что касается второго вопроса относительно музея ГУЛАГ, то он был ну совершенно обречен. После того, что сделали с мемориалом, ведь их обвинили и закрыли не просто так, а вот как организацию, которая подрывает основы конституционного строя, была такая формулировка. И действительно, там все вовремя успели уехать, им про это сказали, уезжайте, кроме Олега Орлова, который тут же попал в тюрьму, несмотря на свой возраст, несмотря на свои заслуги, более того, он был членом Совета по правам человека в свое время при Путине, и поэтому Путин его прекрасно знал лично. Несмотря на это, они посадили его в тюрьму и потом меняли на своего вот этого Кирасикова в группе, да, в группе этих людей. Поэтому это все тоже было абсолютно логично, и то, что музей ГУЛАГа существовал, это вообще странно, потому что все мероприятия, связанные с памятью о политических репрессиях, отменены, уничтожены. таблички последнего адреса, которые энтузиасты развешивали по Москве, свинчивают, ну, как я уже говорил, членов мемориала сажают, обыски проходят даже у родственников членов мемориала, это к вопросу вот о родственниках, о галочках вот этих пресловутых, и, конечно, такой музей не должен был существовать. Я в качестве примера того, что как бы могло бы с этим музеем случиться, а возможно и случится, когда его откроют после того, как они якобы в кавычках выполнят требования пожарной инспекции и так далее, вот, привел бы музей Пермь, я не помню, 36 или 76, но это очень известный был лагерь, в котором энтузиасты уже достаточно давно устроили мемориал большой, восстановили эти бараки, там все-все-все-все, собрали огромный архив и так далее, и вот их в один момент разгромили, так как сейчас музей ГУЛАГа, но через год открыли снова, но уже совершенно с другим руководством, совершенно с другими людьми, совершенно другими экспонатами, и если вы сейчас в интернете начнете искать сайт этого музея, вы найдете два, первый, который остался от предыдущих, действительно борцов со сталинизмом, которые действительно сообщали о репрессиях, и второй, это нынешнее руководство музея, которое приглашает на выставки, например, такого плана, где, ну, скажем, выставка, экспонаты, которые рассказывают, какую большую роль в экономике региона сыграл наш лагерь, или, например, в одном из бараков, да, действительно, быть заключенных представлен, но в соседнем представлен быть надзирателем, как они жили, чем они питались, какие были хлебные карточки у них, и так далее, вот это может случиться и с музеем ГУЛАГа, сейчас его закроют, поменяют экспозицию, и откроют снова, как ни в чем не бывало. Друзья, большое спасибо, что все это время были с нами, подписывайтесь на все наши ютуб-площадки, Дмитрий Гордон в гостях, у Гордона оставляйте свои лайки, свои комментарии, и кликайте на все возможные колокольчики для получения уведомлений о наших новых видео, их будет больше, больше и больше день от дня. Андрей Викторович, спасибо большое, что были с нами сегодня. До свидания, до новых встреч, пока.